Привет, Джуди, как дела? Да, всё по-прежнему. А у тебя? А я думал, ты записала меня во враги после смерти Майка. Я пересмотрела запись с того дня. У тебя не было выхода. Я не хочу сейчас выражать прошлое. У меня к тебе просьба. Да, с тобой не соскучишься. Рассказывай. Ты точно не из тех, кто позволяет себе скучать. Особенно рядом с тобой. Хватит друг другу подлизывать. Ну, что за просьба? Я и не подлизываю. Подробности будут потом. Главное, для этого задания тебе не нужно оружие. Только гидрокостюм. Ты меня заинтриговала. А зачем гидрокостюм? Так я тебе и рассказала. Придётся поднапрячь воображение. А ты знаешь, как ко мне подкатить. О, то ли ещё будет. Ладно, ладно, уговорила. Тебе повезло. Я отлично смотрюсь в гидрокостюме. За ранчо-каронады есть дамба. Знаешь? Э, да. А что с ней? Да с ней всё норм. У озера стоит маленькая заброшенная бунгало. Приезжай туда на закате. То есть, это свидание? Ты не в моём вкусе, друг. Просто приходи. Я буду ждать. Вот она. Привет, Ви. Привет. Как дела? Да ничего, нормально. Я думал, мы уж не встретимся после всего, что было. Да не будь ты занудой, а? Не говори глупостей. Ладно. Рассказывай теперь, что мы тут делаем. Слушай, я последнее время много экспериментировала с Виртами. И придумала, как записывать дорожки двух актёров одновременно. Хотела с тобой это протестировать. Если ты не против. А как ты совместила две отдельные нейродорожки? Сначала я пыталась создать единый профиль из двух потоков данных. Но, как ты понимаешь, получилась херня. Наверное, всё спуталось. Интерференция, белый шум. Ага. Эффект был, как в плохом арт-хаусе. Но я же упоротая. Я так легко не сдаюсь. Потом я всё-таки вычленила отдельные чувства. Хотя и не сразу. То есть, главное, загрузить их на отдельные нейродорожки? Неплохо. Снимать вроде можно где угодно. Зачем было ехать именно сюда? Это дом человека, которого я когда-то знала. Теперь он стоит пустой. Я тут иногда останавливаюсь. То есть, мы будем писать в доме? Нет. Мы будем писать под водой. Я против. Не соглашайся. Пустище другого подопытного кролика. Ну как? Ты в игре? Да у нас тут один что-то мозг делает. Чичлен. Не знаю. По-моему, сама идея тупая. Я как подумаю, насколько там темно и глубоко. У меня сразу на лбу, которого нет, выступает пот, блять, который я не выделяю. Ты можешь просто остаться на берегу. Конечно, в игре. Супер. Тогда пошли. Все железо у меня здесь. Так, только у меня костюмчика нет на самом деле. Что делать-то? А. Ядро-костюм. Можно взять. Использовать. Давай установим тебе скролли. Подойдешь поближе? Ну ладно. Погнали. Ледяная вода? Жди меня. Ну все. Мы готовы. Так, точно, капитан. Так, погрузиться? Нет, плывай далеко. И старайся погружаться медленно. Угу. Все-таки, куда мы плывем? Куда-то на среднюю глубину. Там темно, но течение не сильное. Должно быть безопасно. Хочешь точные координаты? Нет, не надо. Просто буду держаться рядом. Ну и отлично. Ого, тут правда темно. Как я понимаю, Вир, ты для тебя не просто способ срубить бабла. Само собой. Это же как, например, картины или песни. Их пишут, чтобы вызывать эмоциональный отклик. Ну для этого, в общем-то, и существует искусство. Вот именно. Искусство просто триггер для эмоций. А брейнданс, это и есть сами эмоции. Я не пойму, блядь, одного. Откуда здесь город. С горящими окнами. Что это такое? Мы же под водой. И чё тут? Подплыви ближе и посмотри прямо на меня. Супер. Так, сигнал нормальный. Теперь помоги мне ещё кое-что проверить. Надо настроить технику. Сперва датчики движения и запись. Поплавай вокруг меня. Плаваю. Плаваю, плаваю, плаваю. Запись идёт. Движение синхронизировано. Давай, плыви назад ко мне. Теперь проверим звук. Я тебе напою песню, а ты скажешь название. Слышишь меня? Я вроде нормально тебя слышу. Надо, чтобы звук был идеальным. Отплыви подальше. Не знаю, что это за песня, но слышу хорошо. Звучит как-то так. Да, блядь, чё, дебил? Вообще не так звучит. Синхронизацию мы закончили. Всё, с калибровкой закончили. Что теперь? А теперь я покажу тебе кое-что классное. Приготовься. Теперь держи крепко, не отпускай. Так, взялся. Почему, он диспалетит? Чё-то как-то медленно мы спускаемся. И город здесь, конечно... О! Потухло всё. Круто. Скажи. Нифига себе. Ты не говорила про... Затопленный город. Нравится? Не знаю. Такого я ещё никогда в жизни не видел, это точно. Этот город назывался Лагуна Бенд. Представляешь, ещё 15 лет назад тут жили люди. Тебя что-то связывает с этим местом? Угадал. Я здесь выросла. Не приезжала с тех пор, как Лагуна Бенд перестала существовать. А мне нравится. Поплыли. Да, говорящие названия в городе. Как возвращаюсь сюда? У меня ушло много лет, чтобы на это решиться. А чего раньше не приезжала? Хороший вопрос. Я могла бы сказать, что у меня не было времени, техники, настроения. Но вообще, сама идея оказалась мне странной. Охренеть. Целый подводный город. Это всего лишь 15 лет назад. И не так уж давно. Там вон красный фонарь ещё светится. Огоньки какие-то. Куда будет сплавать, посмотреть, что там. Дайнер Фло. Лучшая едальня в городе. Она же единственная. Бургеры были так себе. Слишком жирные. Конечно, это я теперь так говорю. Тогда-то мне казалось, что ничего вкуснее в мире быть не может. А рядом, там мы жили. Соседняя дверь. Я и дедушка с бабушкой. Скажи, когда захочешь двигаться дальше. Так, мне здесь какие-то улики надо найти. Я не пойму, какие. Так, ну наверняка, я думаю, на крыше будет. Нет, а вот одна улика. Скорее всего, да? А нет, это просто компонент. Ладно. Так, а может внутри, прям в здании? Так, ускоряемся. О, кажется, это отвалилось от этой твоей бургерной. Так, так. А для тебя вкус детства? Поджаренные маршмеллоу. Они почему-то постоянно подгорали, но тебе это мешало. Странное место для фото в рамке. Да, вынесло течением из какого-нибудь дома. Что-то можно сделать? Закон кочевой жизни. А, не то чтобы. Хотя, для меня любое блюдо становится вкуснее, если оно с дымком. Хе-хе. Так, фотоаппарат. Похоже на старую фотокамеру. Ди-пи-ай-триста пятьдесят. Можно сказать, раритет. Это хорошо? Ты что? Офигенно. Хоккейная клюшка. У вас тут что, был каток? Откуда? Мы гоняли на роликах прямо по асфальту. Альварес, где ты там? Мы без тебя проигрываем. Иду. Иду. Сейчас мы им наваряем. Вырешено. Извини, я побегу. Меня зовут. Меня зовут. Меня зовут. Так, это было воспоминание Джуди. А где твои родители? Своего отца я не знаю. Мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я ее не помню. Когда смотрю на ее фото, я вижу чужого человека. Ох, как жестко. А дети жестоки. Что это было? Какие-то голоса. Голоса? Я никого не слышала, кроме тебя. А я вот слышу. Так, а что я тут мог поднять? Я что-то не понял. Так, фотик, фотик. Здесь был где-то фотик. Так, ладно, это нельзя поднять. А где фотик-то? Да я точно помню, появилась кнопочка поднять. Блин, черт возьми. Упустил. Ладно. А, вот я ее забирал. Возьми камеру. Лучше пусть будет радовать тебя, чем зарастатилом. Ого. Спасибо. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Куда это? Поплыли дальше, Джуди. Есть, капитан. Следуйте за мной. Так, о, тут какой-то ништяк лежит. Мы здесь ищем что-то конкретное? Нет, просто смотрим, что тут есть. Это антисептик. Очень спокойно. Такое чувство, что мы вне времени. В каком-то пузыре. Еще немного побудем, мы поплывем дальше. Но, по-любому, здесь какая-нибудь пушка должна быть. Должна быть. Какая-нибудь, блин, что вообще огонь. Блин, тут все пепельница и пепельница. Ладно, идем к Джуди. Смотри-ка, даже не знаю, что может быть более бесполезно в подводном мире. Ммм, вода в бутылке. Пять баллов, Джуди. Пять баллов. Знаешь, чё я не понимаю? Почему жители оставили машины, когда уезжали из города? Эй, я, по-твоему, такая старая? Этим развалюхам лет пятьдесят, не меньше. Они тут стояли, когда я пешком под стол ходила. И выглядели ненамного лучше. Зато было удобно играть в Макстаг и Киберпсиф. Так, еще одна улика должна быть где-то. Так, ну где она? Так, тут нету. А вот она лежит. Бочка, что ли? Ломанная кукла. Смотри-ка, не твоя? Бедная. Блин, пролежала тут одна двадцать лет. Так значит, твоя? Не. Это кукла Дженни Чапман. Ты отобрала у нее куклу? Да нет. Спрятала. Я была жестокой. Спрятала? Зачем? Я считала, что только лохи играют в куклы. На самом деле, просто пыталась привлечь ее внимание. Прикинь? Когда-то слово кукла значило игрушку. И ничего больше. Так, ну ладно. Давай посмотрим, что дальше. Ага. Как раз покажу тебе кое-что. Ты не представляешь, как странно плавать там, где... Где ты бегала в детстве. Пока вокруг текла обычная жизнь. Да. Немного представляю. Так, это у нас церковь. Ха. А церковь не изменилась. Она всегда была старая и выглядела, как будто ее забросили к нам с другой планеты. И у нее были треснутые колокола, поэтому они звучали довольно жутко. Хрипло так. Странно, я про них вообще не помнила. А сейчас как будто и слышу. Не понимаете, как это может быть, но... Тебе же будет уже. Я тоже слышу колокола. Да? Ты слышишь мои воспоминания? Наверное, побочный эффект. Ну, закрыто. Жалко. Да погоди. Можно поискать какой-нибудь другой вход. Я только за. Да, я его уже ищу. Я нашел пролом. Кажется, через него можно проплыть. Ммм, жди меня. Так, о! Быстро ты здесь. Я сюда однажды забралась, когда никого не было. Встала у алтаря и начала представлять, что думает священник, когда смотрит на тех, кто пришел на службу. Я не понимала, как у него получается читать мысли и все знать про людей. А потом, как заору, мне захотелось послушать эхо. Я тебя почти не слышал. Да? А я тебя нормально слышу. Все в порядке? Так, тихо-тихо-тихо. Че происходит? Ви, пожалуйста, прошу тебя. Ну ёб твою мать. Ты жив? Да-да-да, вроде жив. Что случилось? Ты отключился. Как ты смогла меня вытащить? Не знаю, не думала. Как-то не до того было. Осторожно. Не спеши. Короче говоря, ты спасла мне жизнь. Спасибо. А я говорил, что плавать в ядовитые лужи плохая идея. Если меня еще кто слушал. Ядовитые лужи? Это твой конструкт? Че-че-че? В смысле, ты его слышишь, что ли? Ты его. Слышишь? Ну, не то чтобы. Просто в моей голове появилась мысль, которая была не моя и не совсем твоя. Не обращай внимания на его трюк. У нас сложные отношения. Да о чем с тобой говорить? Думаю, тебе пока нельзя садиться за руль. Я тоже подустала. Машину везти не хочется. Может, останемся на ночь? Что думаешь? А почему бы и нет? О, как быстро оживился. Ай-яй-яй-яй. Это все-таки дом. Ты сказала, что знала хозяина. Один наш сосед ни за какие деньги не хотел уезжать из лагуны Бен. Хорошо, полицейские успели его вытащить, пока не пришла вода. Он построил себе домик, чтобы жить поближе к лагуне. Но потом заболел. Тогда вода была гораздо более ядовитая. Так, что тут можно собрать, спереть? Ты, наверное, замерз, да? Лата. Сейчас сварю кофе. Фигайся. Здесь еще кофе можно сварить. Так. С молоком и сахаром. С молоком и сахаром. Ха, любишь все и сразу. Ну да. И музыку включим. Потанцуем. Забыла включить генератор. Давай я включу. Давай я. Тебе сейчас лучше отдохнуть. Я буду очень осторожен. Это что за голос был? Так. Ну все, я пошел, да? Типа, а нет, не сюда. Вот сюда. Жалко этих людей. Которые из затопленного города. У кочевников много таких. Готово. Джуди. Че такое? Че происходит? Ты что-то сказала? Я не расслышал. Что-то случилось? Нет. Ничего. О, блин. Че с тобой? Алло. Так, наркоты вроде нету. Не гони, Джуди. Мы с тобой все еще сонастроены. В облаках все плохо. Гондоны из тигриных когтей отомстили за Хироми. Перестреляли почти всех. Том погиб. Роксана еле выбралась. Дом закрыли, и неизвестно, когда откроют. Не говорить, не думать об этом не хочу. Я не хотела тебе говорить. Ты бы подумал, что я тебя во всем этом обвиняю. С чего ты взяла, что я бы так подумал? Не знаю. Прости. Давай закроем эту тему. Ну, ладушки. Закроем. Пойду прилягу. Совсем вымоталась. Так, еще раз надо поговорить с Джуди. Так. Ты куда пошла? Вот лучшее место. Пойдем на ту кроватку. Че-то так бедно-то. Эта телка меня бесит. Давай сматываться. Только смотри, не разбуди ее. Чем тебе не нравится Джуди? Ты видишь, как она заботится о людях и чувствуешь себя самовлюбленным мудаком? Она какая-то ебанутая. Отказывается выйти в дверь, выпрыгивает в окно, а потом ломает ноги и изображает удивление. Признай, она напоминает тебе Альт. Да еб твою, нет. Альт и наши с ней отношения, это в принципе другой уровень. Давай свалим отсюда нахуй, а? Так не делается, Джонни. Сам бали, если хочешь. Я не оставлю Джуди одну у черта на рогах. Это каким говном надо быть? Я не могу с тобой говорить, когда ты впадаешь в сантименты. Пустая трата времени. Иди лучше спать, а то опять посремся. Ну да, я пойду лучше посплю. Так, где тут? Закрываем дверку. И ложимся. Что-то там упало, непонятно что. Да ладно. Пускай валяется. Раз упало, значит ему это нужно. Ну вот и все. Уже утро. Взять одежду. Ну естественно надо взять. Так, оба-на, а где она есть-то? Так, это мы забираем. В туалете? Нет, в туалете нету, ладно. На улице. Джуди, Джуди, вот он на пирсе сидит. Посидишь со мной немного? Я наконец свалил себе кофе. Знаешь, вчера мне казалось, что я решилась. Я же вообще позвонила, чтобы попрощаться. Город меня переживал. А теперь вы клевы. Вот это да. Вот это да. Знаешь, почему я приехал в Найт-Сити? Мне казалось, город дает возможности, которых больше нигде не найдешь. Но я чувствую себя так, как будто стою на забучем песке. Люди не должны так жить. Это неправильно. Да, понимаю. Я пока не могу уехать из Найт-Сити. Что будет дальше, посмотрим. Дай мне руку, Ви. Поздравляю, вы получаете неограниченный доступ к моей квартире. Во! Хочешь, чтобы я переехал? Смотри сам. Можешь просто приезжать под настроение. Ты уверена? Мы же не так давно знакомы. Так-то да. Но ты мой друг. По-моему, здесь нечего раздумывать. Береги себя, Ви. То есть, это все? И мы больше не увидимся? Ты же еще буквально минуту назад замневалась. Нет смысла тянуть. Мне хочется тут еще побыть пару дней. А потом уеду. Я рада, что мы подружились, Ви. Пока. Будешь вспоминать меня? Звони. Пока, Джуди. Ну ладно, никого-то мы получили достижение, Джуди в большом городе. Продолжение следует...